Здравствуйте, это Футбол России, программа о нашем футболе на телеканале Россия 24. Сегодня у нас особенный выпуск, сегодня у нас в гостях Масима Каррера, главный тренер московского «Спартака», человек, который взорвал наше футбольное информационное пространство не только лидерством красно-белого клуба, но и своим отношением к делу. Масима, мои поздравления с удачным стартом. Я хотел бы спросить, когда вы просыпаетесь, не хочется ли себя ущипнуть, чтобы понять, сон это или нет? Вы главный тренер «Спартака» и «Спартак-лидер». Конечно, это неожиданный итог. Мы его, безусловно, заслужили. Ребята проделали очень много работы, они достойны той позиции, которую сейчас занимают. Я предлагаю посмотреть на турнирную таблицу, причем это не просто таблица, это таблица по сравнению с предыдущим чемпионатом. «Спартак» к этому отрезку сезона набрал на 13 очков больше, чем это было год назад. Это что-то невероятное. Есть небольшой рост по очкам и у «Зенита», лучше выступает «Терек» и «Краснодар». Упал «ЦСКА», но все равно плюс 13. Это действительно настоящее чудо, с учетом того, что у «Спартака» летом были серьезные изменения, в том числе и по игрокам. Масима, я прочитал многие ваши интервью, я посмотрел многие ваши интервью после матча в «Мигзоне», вы говорили всегда комплиментарно, вы очень хорошо отзывались о игроках, вы практически никогда не критикуете ни судей, уважительно отзываетесь с соперника. Это ваше тренерское кредо говорить исключительно правильную и позитивную вещь сейчас. Конечно, очень приятно смотреть на турнирную таблицу. Мы идем на первом месте, но надо дождаться финального результата, потому что, если мы в итоге не станем чемпионами, наше лидерство на этой стадии турнира ничего не будет стоить. Что касается арбитров, игроков и всех тех, кто принимает участие в футбольном спектакле, я считаю, что нужно быть человечными, потому что ошибаются все. Арбитры тоже люди. Важно с уважением относиться к тому, что происходит на поле и за его пределами. Почему я об этом спросил в предыдущем вопросе? Потому что мне кажется, что в России успеха может добиваться только тот тренер, у которого есть достаточно большой запас жесткости. Про вас сейчас все говорят исключительно комплиментарно. Вот мне хочется понять, насколько в вас присутствует жесткость, насколько вы жесткий человек. В первую очередь хочется оставаться самим собой. Какой я в футбольной жизни, такой же я и в повседневной. Нужно с уважением относиться ко всем людям, которые тебя окружают, независимо от того, разделяют они твои взгляды или нет. Ваши игроки говорят с большой комплиментарностью о вас, о вашей работе. Они за вас горой, это видно и на поле, и за его пределами. У вас сразу с футболистами Спартака установился такой контакт? Или это было постепенно? Безусловно, игрокам нужно было объяснить, что требуется сделать для того, чтобы побеждать и продвигаться вверх по турнирной таблице. Футболисты нашей команды – профессионалы, они слушают тренера. Сейчас мы все боремся за команду больше, чем за себя самих. Что вы объяснили, например, Глушакову? Потому что предыдущий итальянский тренер, работающий в России, Фабио Капелло, очень любил Виктора Файзульна, человека, который играл позиции бокс-то-бокс, от одной штрафной до другой штрафной. Глушаков претендует сейчас на статус главного открытия этого сезона. Что вы изменили в его игре? Что вы сделали с ним, что он сейчас играет так? В первую очередь, это собственная заслуга Дениса. Он большой профессионал. Будь то тренировка или официальный матч, Глушаков всегда выкладывается на 100% своих возможностей. Денис – основополагающий игрок как в «Спартаке», так и в сборной России. Насколько принципиально для вас, Массима, чтобы у вас был русский костяк команде? На ваш взгляд, можно ли выигрывать сегодня чемпионаты национальные, если у тебя нет вот этого костяка из своих игроков? В России без такого костяка невозможно, потому что из-за лимита легионеров я должен выпускать на поле в стартовом составе шесть игроков с российским паспортом. Без российского костяка было бы очень сложно добиться успеха. Но вот если сейчас будет новый лимит на легионеров, 10 плюс 15, 10 на поле, и всего 25, да? Как это может повлиять на взгляды Массима? Что может измениться в игре «Спартака»? В первую очередь, на трансферном рынке нужно всегда стремиться находить сильных футболистов вне зависимости от того, будет у них российский паспорт или нет. Самое главное, чтобы эти игроки соответствовали уровню «Спартака» и статусу великого клуба. Я предлагаю посмотреть на две тактические схемы, как играл московский «Спартак» в последнем матче при Дмитрии Оленичеве, и каким составом он заканчивал этот сезон. Вот, чтобы понять, насколько изменилась расстановка, насколько изменился стартовый состав. Вот, пожалуйста, да, мы видим, что при Массиме Каррере схема все-таки в последнем матче, наверное, была такая. А, Массима, это правильно или нет? На ваш взгляд, расстановка в последний матч с Рубином. Да, именно эту расстановку мы выбрали на игру с Рубином. Я бы назвал эту схему атакующей. Нашей основной задачей было создание проблем для оборонительной линии гостей. Кроме того, мы и рассчитывали на Аквинси Промеса, на острие атаки, чтобы он постоянно оказывал давление на оборону казанской команды. Если мы увидим все-таки ту схему, с которой «Спартак» заканчивал свой этап при Дмитрии Оленичеве, мы видим, что там три центральных защитника. Насколько для Массима Каррера принципиально играть этим составом в три защитника центральных, в два сейчас в России почему-то очень много времени уделяется этому вопросу? Прежде всего, тактическое построение зависит от игроков, которые готовы к этому матчу. Можно играть с двумя или тремя центральными защитниками. Важно, чтобы игроки понимали схему игрекоманды и по ходу встречи, и могли бы перестраиваться с одной тактической модели на другую. Для вас, как для тренера, принципиально иметь несколько тактических схем, исходя из того состава, который есть? Или есть излюбленная расстановка, и вам бы хотелось, чтобы состав соответствовал ей? Каждый матч – это новый вызов. Необходимо, располагая определенным набором футболистов, понимая, как можно поставить соперника в затруднительное положение, схема вырабатывается до игры и меняется по ходу игры. В одном из интервью Массима сказал, что он занимался, возглавив Спартак, несколько дней тактическими тренировками. Какие именно они были? Я помню, с чего начал Капелло в сборной России. У нас были опытные защитники, и все равно он вместе с Панучей тренировал их индивидуально на тренировках, объясняя вроде бы школьные истины. Что сделал Массимус в Спартаке в плане тактики в первые дни? Тактические тренировки проводятся всегда и везде. Здесь нет ничего экстраординарного. Они нужны, чтобы добавить команды организации. Организованная команда может поставить в затруднительное положение любого соперника. Необходимо объяснить футболистам, как нужно двигаться и взаимодействовать с партнерами, чтобы из ничего создать опасный момент. На мой взгляд, проблемы у иностранных тренеров, работающих в России, часто начинались, когда они уже полностью понимали, что такое российский футбол, что такое российский человек. Пока им было здесь некомфортно и незнакомо, был результат, потом начинались проблемы. Насколько Массима Каррера сейчас понимает и русских игроков, и русских людей, и русский футбол? Я просто продвигаю свои идеи футбола, свое видение игры. Пытаюсь объяснить ребятам то, что необходимо для достижения цели. Собираюсь продолжить работу в этом направлении, не зацикливаясь на каких-то других аспектах. Самое главное, что пока это приносит результат. А в чем идея футбола от Массима Каррера? Что он именно прививает Спартаку? Идеи очень простые. Необходимо быть суперпозитивными в своем отношении к футболу. Уметь создавать хороший микроклимат в коллективе. Я требую от футболистов максимальной отдачи и интенсивного движения, чтобы создавать соперникам как можно больше проблем. Известная история, как Массиму возглавил московский Спартак. И здесь самый интересный момент не то, почему отказался прийти в московский клуб Курбан Бердеев, а то, когда Каррера понял, что он готов к самостоятельной работе. Вот сколько месяцев лет назад он осознал, что он уже по менталитету, по знаниям главный тренер. На протяжении пяти лет я работал с Антонио Конте, которого считаю лучшим тренером современности. Уже тогда мне хотелось попробовать себя в роли главного тренера. В какой-то степени мне помог тот факт, что я не смог присоединиться Конте в Челси. Практически сразу после этого мне поступило предложение из России, которую я с удовольствием принял. Начать работу на посту главного тренера с такого клуба, как Спартак, это не только большая честь, но и новый интересный вызов. Но все равно, что делает тренера, что делает футбольного человека главным тренером, кроме предложения от клуба? Почему у него была уверенность, что он справится? Уверенности никогда не может быть. Должна быть вера в то, что ты способен передать команде свое видение футбола, свою страсть к игре и стремление к достижению поставленной цели. Был ли кроме Конте кто-то из тренеров, который так серьезно повлиял на мировоззрение Масима Каррера как тренер? Я слышал историю про Липпи, с кем Масима общался. Не знаю, правда это или нет. Были ли другие итальянские тренеры, а может быть не итальянские, чьи взгляды он сейчас, переработав, себе реализует? Марчелло Липпи серьезно повлиял на меня. Также надо поблагодарить всех тех, кто работал со мной, когда я сам играл на высоком уровне. Важно, чтобы весь жизненный путь помогал тебе расти в футбольном смысле. Накопленные знания и опыт являются серьезным подспорьем в дальнейшей работе. Фабио Капелло говорил часто, что в русском футболе недостаточно единоборств, что из-за этого наш чемпионат не так конкурентно способен в Европе, и наши игроки тоже. Есть мнение, что нашим российским тренерам не хватает вот именно этого международного опыта. Все-таки Россия большая страна, в отличие от других европейских стран. Каким он нашел своих коллег в России? Насколько легко или наоборот тяжело ему играть именно персонально против тренеров с точки зрения тактики? Не стал бы оценивать своих коллег, потому что для того, чтобы кого-то осудить, надо быть знакомым с человеком лично. Что касается высказываний Фабио Капелло, не могу с ними согласиться. Я вижу футболистов, которые выходят на поле заряженными, и их немало. Возможно, в чемпионате России не так много тактических изысков, но единоборств точно хватает. Важно для Массима познакомиться, иметь опыт общения с кем-то и с коллег, и с тренеров, которые работают в премьер-лиге. Сейчас, например, зимой в России очень холодно, в ноябре, в декабре. И у многих тренеров, точно так же, как в Англии, есть традиция пригласить в свою комнату тренера гостей, выпить с ним по бокалу вина или по рюмке крепкого напитка и там что-то обсудить. Удавалось ли ему с кем-нибудь уже вот так вот познакомиться за рюмкой какого-нибудь напитка? Я всегда рад видеть своих коллег. Завтра я иду в Италию, был бы рад пригласить их к себе и угостить бокалом местного вина. У нас в чемпионате России было несколько интересных историй, когда тренер по ходу сезона менял команду. Уходил сам, его не увольняли. Гончаренко, Скрипченко, ранее Гаджиев. В Италии, насколько я знаю, существует правило, по которому тренер в одном сезоне не может менять команду. Откуда взялось это правило и зачем оно нужно? В Италии действуют справедливые правила, потому что если тренер вдруг сам решает уйти из команды, то клуб должен найти специалиста, который не был задействован в работе в иных профессиональных лигах в течение сезона. Но, возможно, в России есть свои причины, по которым действуют иные правила. Мне сложно об этом судить. Я хотел бы задать несколько вопросов про игроков. Сейчас называют разные фамилии, применительно к «Спартаку». Уже пришел Селихов, ждут Самедова, Мирончука, Депая. Для Масима Карреры важно иметь длинный состав или ему вообще предпочтительнее, когда Костяк играет постоянно, с учетом того, что «Спартак» не участвует в Еврокубках сейчас? На мой взгляд, лучше всегда иметь в своем распоряжении как можно больше игроков. В противном случае любая травма может создать непреодолимые сложности. В «Зените» был очень звездный состав, и ему хватало игроков на то, чтобы играть в разных соревнованиях, и многие звезды оставались в запасе. Это было раньше, несколько лет назад. И чтобы они не обижались, сначала «Дико-Двокат», потом «Спартаку» придумал правило, по которому все игроки получают равные премиальные. Кто вышел на поле, кто не вышел. На взгляд Масима, это правильно, это хорошая мотивация для того, чтобы команда была более сплоченная, когда запасные получают столько же, сколько основ. Это справедливо. Игроки, которые начинают матчи на скамейке запасных, играют такую же важную роль, как и игроки стартового состава. Они такая же часть команды. Считаю неправильным разделять игроков, выходящих на поле с первых минут, и тех, кто ждет своего шанса в запасе. Два последних вопроса. Болельщики видели Масима на матчах «Спартака-2», на матчах молодежной команды. Насколько ему важно быть погруженным во все дела «Спартака» с точки зрения именно спортивных дел? Он предпочитает сосредоточиться только на главной команде? Или он хочет быть для «Спартака» чем-то большим, чем главный тренер? Масима на матчах «Спартака» основного состава? Что касается дублирующего состава «Спартака», то мне важно видеть игроков, когда они не могут тренироваться вместе с основной. Мне необходимо понимать, какого прогресса добились наши молодые футболисты. Я посещал матч дубля исключительно из прагматичных соображений, а не из праздного любопытства. Если «Спартак» выиграет чемпионат или попадет в Лигу чемпионов со второго места, и там жребий достанет «Челси», насколько для Масима это будет что-то особенное, особенный вызов противостояния Конте. Насколько он готов, может быть, уже сейчас внутренне к этому противостоянию? Я долгое время работал с Конте и очень многому у него научился. Мне бы хотелось видеть его своим соперником на тренерском мостике. Уверен, рано или поздно это случится и поможет мне понять, насколько я приблидился к лучшему тренеру в мире. Масим, остался один вопрос, да он ироничный, который я не могу не задать, потому что все по этому поводу очень иронизируют в футбольной России. Очень много говорят про багаж Дмитрия Оленичева, который он оставил в московском «Спартаке». Если представить, что это самый багаж Дмитрия Оленичева, да? Там есть традиции спартаковские, которые достались Масиме Каррере. Там, безусловно, есть состав, который остался от предыдущего тренера. Там есть предсезонная подготовка, которую они прошли вместе. Что там есть еще от Дмитрия Оленичева? Что сейчас помогает Масиме Каррере от его предшественника? Не могу серьезно оценивать все то, что мы можем найти в этом багаже. Я проработал с Оленичевым только 15 дней. Безусловно, что-то он оставил «Спартаку» в качестве своего наследия. Но сейчас я пытаюсь привить «Спартаку» новую философию футбола от Масиме Каррере и двигаться с этой командой к чемпионству. Последний вопрос Масиме, ответ на который так ждут болельщики из «Спартака» и других клубов. Вы сделаете «Спартак» чемпионом в этом сезоне? Мы бьемся на поле именно для того, чтобы стать чемпионами России. Наша задача – двигаться вперед и добиться максимального результата. «Спартак» может упустить титул в этом сезоне только в том случае, если соперник будет сильнее. Мы делаем все, чтобы этого не произошло. Большое спасибо, Масима. Гостем «Футбол России» был Масима Каррера, главный тренер московского «Спартака», человек, который сделал, казалось бы, невозможное. Он не только вернул «Спартак» на первую, пусть и промежуточную строчку в турнирной таблице, он стал человеком и тренером, которого уважают болельщики не только «Спартака», но и всех российских клубов. Субтитры создавал DimaTorzok